После публикации указа президента Российской Федерации Владимира Путина об обращенном порядке получения гражданства его страны жителями оккупированных районов Донецкой и Луганских областей, украинские наблюдатели пытаются понять, какой именно сигнал Кремль решил послать новому украинскому президенту. Собирается ли Путин разговаривать с Владимиром Зеленским с позиции силы или вообще собирается с ним разговаривать? Думает ли Москва демонстрировать, нарушая Минские соглашения, предложить украинскому руководству новый формат сотрудничества, уже двустороннего, доказывая, что нет никакого резона в уповании на посредников по фактически замороженному нормандскому формату? Хочет ли Россия выдачей паспортов смягчить социальную и политическую ситуацию в оккупированных районах, демонстрируя их жителям, что они будут оставаться под ее защитой? Каковы вообще планы Кремля? Между тем, если посмотреть на российскую политику по отношению к Донбассу не с точки зрения сиюминутных решений Владимира Путина, а с точки зрения отношения Москвы к постсоветскому пространству в целом, то мы легко увидим, что выдача паспортов России жителям Донецкой и Луганских областей обозначает серьезное изменение в подходе к конфликту на Донбассе. Теперь для Кремля это даже уже не конфликт. К оккупированным районам Донецкой и Луганских областей решили относиться, как ко всем остальным территориям бывших советских республик, контролируемых Россией, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Вполне возможно, что такое отношение было запланировано сразу же после оккупации, но отложено на будущее как раз после подписания Минских соглашений. Для Киева эти соглашения были своеобразной дымовой завесой, позволяющей из года в год продлевать западные санкции против Москвы, не собирающейся эти соглашения выполнять. Но и для Москвы Минские соглашения были дымовой завесой, позволяющей готовиться к фактической аннексии этих оккупированных территорий. И в Приднестровье, и в грузинских автономиях события развивались по схожей схеме. Вначале раздавались российские паспорта, а потом Москва заявляла, что защищает на этой территории граждан Российской Федерации. Причем, заметим одну любопытную деталь, сама выдача паспортов всегда сопровождалась объяснениями, что это делается исключительно из гуманитарных соображений, так как жители самопровозглашенных республик не могут получить гражданство своих стран, а их собственное гражданство никем в мире не признавился, и они оказываются запертыми в своих регионах. Для Приднестровской, Молдавской республики, Абхазии и Южной Осетии это было отчасти правдиво, просто потому, что эти территории были фактически отсоединены Москвой от союзных республик еще до окончания распада СССР, и их жители не имели возможности получить паспорта Молдовы или Грузии. Но интересно, что спустя 28 лет после краха СССР никто даже не потрудился переписать методичку президенту Путину, и он привычно рассказывает о гуманитарных проблемах людей, являющихся гражданами Украины и постоянно пересекающих пресловутую линию разграничения в обе стороны. С решением о выдаче паспортов аннексия Донбасса стала свершившимся фактом. Если раньше кто-то еще мог наивно рассчитывать, что Москва пойдет на размещение миротворческой миссии на территории Донецка и Луганских областей, или будет добиваться их включения в состав Украины в качестве неких имеющих влияние на остальную территорию автономии, то теперь можно рассчитывать, что Россия выберет только один из возможных вариантов дестабилизации Украины с помощью оккупированного Донбасса. Это вариант Приднестровский или Абхазский. Приднестровский – это контроль над территорией без признания ее независимости, но при полном политическом и идеологическом влиянии России над регионом. При этом непризнание независимости позволяет при желании добиться симбиоза оккупированной и свободной территории с тем, чтобы оккупированная территория заражала свободную всеми своими болезнями и не позволяла ей нормально развиваться. Как заметил в беседе со мной один из собеседников в Кишиневе, известный молдавский политик, мы не заметили, как начали разговаривать с теми, кто еще недавно стрелял в нас. Понятно, что в этом случае Украина повторит судьбу Молдовы. На десятилетия останется государством, имитирующим развитие захваченной группой жадных олигархов, постоянно топчущиеся на месте, декларирующие европейскую перспективу, но зависимыми от пророссийских настроений большей части населения. Ну и понятно, что из такой больной страны вечно будут уезжать как со свободной, так и с оккупированных частей. С оккупированной части намного больше, чем за 10 лет вообще останется не больше третьей довоенного населения. Ну и конечно Россия постоянно будет имитировать готовность помочь воссоединении украинских земель, придумывать какие-нибудь бессмысленные планы, заманивать в политические ловушки украинских президентов. Абхазский вариант более жесткий, но менее вероятный. Россия в конце концов признает независимость народных республик и интегрирует их армию в свои вооруженные силы с помощью какого-нибудь соглашения, так как это сделано сейчас Южной Осетии. Линия разграничения исчезнет и превратится в фактически новую границу Украины и России. Для России ДНР и ЛНР будут «дружественными государствами», в которых к тому же проживают российские граждане. Я понимаю, что это звучит по-идиотски, но то, что это звучит по-идиотски в отношении Абхазии и Южной Осетии, никого в Кремле не остановило от признания независимости этих республик. Никакого развития в народных республиках не будет, но и не будет никакого симпиоза с Украиной. Людям, которые оказались в заложниках у оккупантов, придется делать выбор – переезжать на свободную территорию Украины или в Россию, или же превращаться уже, не в шутку, в народ Донбасса. Отношения народных республик и Украины, разумеется, будут враждебными, а попытки сдерживать дрейф Украины на Запад будут осуществляться с помощью уже не симбиоза, как в Приднестровском случае, а с помощью эскалации. Например, при слишком явном политическом поражении пророссийских сил в самой Украине, Москва может начать операцию по восстановлению территориальной целостности ДНР и ЛНР, чтобы дойти до административных границ Донецкой и Луганских областей. Республики могут позиционировать себя как подлинные выразители настроений угнетенного востока и юго-востока страны и напоминать о Новороссии. Словом, с их помощью Москва будет генерировать постоянный военный конфликт, в котором сама формально участие принимать не будет, но зато будет напоминать, что готова защитить своих граждан. Какой вариант Владимир Путин выберет для борьбы с Украиной, гниение или войну, мы пока не знаем. Как это ни печально звучит, но гниение, которому мы вплотную приблизились после президентских выборов 2019 года, не оставляет нам вообще никаких шансов, в отличие от продолжения эскалации. Доказать это нетрудно, достаточно сравнить историю Молдовы и Грузии последних десятилетий. Грузинские реформаторы смогли появиться именно потому, что симбиоза свободных и оккупированных территорий не было. Кстати, Михаил Саакашвили сделал все возможное, чтобы покончить с остатками этого симбиоза. Да, Грузия в результате потеряла практически всю территорию своих оккупированных автономий. Да, сегодня ее руководство пытается скорее дистанцироваться от России, чем занимать жесткую позицию по отношению к Кремлю. Но все же, в результате Грузия стала Грузией, а Молдова так и не стала Молдовой. Именно из-за Приднестровья. Самое ужасное это то, что Путин выберет нашу судьбу за нас. Захочет, и мы будем гнить, считать, что мир и восстановление территориальной целостности уже близко. И думать, как понять и услышать Донбасс, как объединить в единое целое тех, кто хочет быть украинцами, с теми, кто хочет оставаться советскими людьми. Захочет, и мы будем вынуждены ощериваться, воевать и становиться Украиной. Как показали события последних лет, украинцы все еще не выбирают свою судьбу и судьбу своего государства. За них это по-прежнему делает Кремль. Виталий Портников. Очень простой и короткий комментарий, так как статья длинная. В принципе, Портников высказывает ту же самую мысль, что говорил я. Порошенко со своей упоротостью продолжать военный конфликт стратегически ближе к полной независимости Украины. Зеленский, который, скорее всего, пойдет как бы на соглашение, здесь закроет глаза, тут промолчит, позволит созданию второго клона Приднестровской Республики, то есть, по факту, уже существующей сейчас ДНР и ЛНР. Путин именно хочет гниения, раздав паспорта и, де-факто, продолжая поддерживать ДНР и ЛНР, постепенно этому населению будет внушаться, как вы понимаете, через средства информации, через образование, что они особенные от украинцев. И в конечном счете, действительно, Украина не сможет стать Украиной, как Молдова не смогла стать независимой Молдовой. Грузия, несмотря на то, что потеряла часть территорий, все-таки независимое свободное государство и, так или иначе, развивается. Идея эта предельно проста, то, о чем я говорю постоянно, но, к сожалению, в Украине, охваченной патриотическими мыслями, именно в Украинской Раде, а патриотизм – это не всегда хорошо, когда он фанатичен, до сих пор не могут понять, что было бы проще, выгоднее и рациональнее все-таки отделить эти территории. Не пытаться, как говорит в статье Портников, услышать в кавычках «Донбасс», начать с ним разговаривать или, как Зеленский предлагает, вещать на ту сторону какую-то свою украинскую пропаганду, а просто-напросто, по примеру Федеративной Республики, отделить эту территорию стеной. Когда в Германии это произошло, никто не говорил, что теперь ГДР – это не Германия. Нет, все прекрасно понимали, что это Германия, рано или поздно эти две части соединятся, но пусть это произойдет через 30, 40, 50 лет, когда ситуация коренным образом изменится. За это время развалился Советский Союз, идеологическая прокладка для ГДР. В ГДР дела стали идти хуже и хуже, даже немецкий характер не помог развить эти территории на самом деле. И в конечном счете, внутри самого ГДР возникло непреодолимое желание воссоединиться со своей страной. И этому желанию уже никто не мог сопротивляться до такой степени, что стена была разрушена самими людьми. Но теперь интеграция Восточной Германии ни у кого в Восточной Германии не вызывает никаких вопросов. До сих пор восточные немцы чувствуют себя людьми второго сорта. Многие из западной части поехали в Восточную, потому что там все дешевле и больше возможностей для бизнеса. Постепенная интеграция этих территорий происходит до сих пор, но нет никакого конфликта. Никто не разбирает, кто прав или кто виноват. Восточная Германия с огромным желанием рвалась в западную часть. Вот это самое необходимо Украине для того, чтобы развиваться, для того, чтобы в конце концов прекратить эту войну и чтобы условная западная часть Украины, то есть начиная от границы Донецких и Луганских областей, как можно быстрее вступила в НАТО. Это будет необыкновенный щелчок по носу Путину, потому что Путин получит совершенно депримированный регион, он будет висеть камнем на шее. Итак, пусть Путин получит наконец свой подарок, а свободная Украина начнет развиваться стремительно. И никуда донецкие не денутся, потому что реальность их накроет с такой же силой, как накрыло когда-то восточных немцев. При одном только различии, что восточных и западных немцев разделяли насильно, а донецкие, как я понимаю, хотят сами. Украине нужно дать возможность переместиться тем, кто хотят на территорию Украины, ну а отчаянным воякам типа Захарченко и Моторыл лучше оставаться на этой территории. Она постепенно все равно превратится в пустующие степи и заброшенные города, так как воровать там больше нечего. Вот только жаль, что в Украине никогда в силу патриотических идей эта мысль не может ни зародиться, ни воплотиться в реальность, к сожалению. И поэтому Портников прав, Путин решает, что будет с Украиной, но что бы там ни было, второе Приднестровье или вторая Осетия для развития Украины и первый и второй вариант губителен. Продолжение следует...